Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня будет долгожданное видео. Это реакция на мои первые видео, на мои самые первые видео, которые были в Ютубе. Кстати, кто присоединился не так давно, а может даже и давно, но не раньше, чем вышли мои первые видео, вам будет интересно окунуться в мое прошлое, в то, как я раньше себя вела, как я снимала видео, и, соответственно, я прокомментирую каждую нарезочку, я так выбрала нарезочки небольшие, нескольких видео из своих прошлых до определенного момента, и покажу вам свою реакцию на них, и прокомментирую что-то, и как-то думаю, вам будет очень интересно со мной вернуться назад в прошлое. Ну что, поехали! Самое первое видео, которое было у меня на Ютубе, это вот оно. Поехали! Этот блог, мой самый первый, это будет блог как тег знакомства. Блог или блог, боже мой, я не посмотрела, как правильно. Все, сейчас я буду всю свою блондинец, то есть, выпирать. Это видео для Саши Спилберг, для ее конкурса. Я его хотела, хотела быстрее и быстрее снять. Да, это видео было не просто так, что я решила что-то там снимать, допустим, да, и думаю, сниму. Нет, как раз-таки вместе с тем, как я хотела стать блогером, появился такой конкурс у Саши на канале, где она говорила, что снимите вообще на любую тему видео, и типа приз будет вместе с ней вообще снять видео какое-то. Думаю, ну это отличный был бы старт, я в своих силах уверенная. Я, кстати, в этом же видео и говорила, что все остальные конкурсанты снимают ни о чем видео, а у меня типа такой вообще кайф, я сейчас смотрю, думаю, само собой, короче, там разговариваю, что-то шучу, смеюсь, но в целом видео получилось прикольно. Я, конечно же, не выиграла конкурс, потому что, не знаю, почему вообще Саша, почему я не выиграла конкурс, вообще-то я там была лучшая, по моему мнению. Видео я это снимала в Москве, то есть, я жила еще тогда в Москве. Видео вот такое вот спонтанное, прям в машине, то есть, я понимала уже тогда, что я могу снимать где угодно, мне не обязательно выставлять свет, все это дело, я могу хоть в кафе, у меня таких видео, кстати, очень много было, что я снимала в кафе, потом перестала, потому что шум, и вообще многие видео, которые я пересматривала, у меня-то громко музыка играет, я очень тихо разговариваю, даже при том, что микрофон там есть, ну, короче, свои косяки есть. Кстати, в этом же видео, в самом первом, я говорю, почему мой канал называется Селена Свои. Есть ли у тебя ник, если есть, то его значение. Да, мой ник — это Селена Свои. Селена вообще, оно значит «сила», «сила Ленина», даже такого было, я бы не хотела себе приписывать Ленина. Свои означает власть, власть у меня ассоциируется над своими эмоциями, над своими желаниями, вообще контроль над своей жизнью, власть над тем, что я имею, что я могу иметь. В общем, как корабль назовешь, так он и поплывет, и я надеюсь, что он поплывет именно в эту сторону. Как видите, у меня название не просто так, да, уже тогда в нем очень глубокий заложен смысл. Но, в принципе, мне кажется, наш корабль именно поплыл так, как нужно, согласитесь? Для меня неожиданны были очень многие моменты, очень многие рывки в карьере Ютуба, поэтому я очень рада и всем благодарна, кто, если сейчас кто-то есть, кто со мной вообще с этого самого первого видео. Кстати, напишите мне в комментариях, девочки, кто реально со мной с этого самого первого видео. До этого я снимала видео, но они были не так, что я сама себя там снимала, а я видеоуроки снимала про Pinnacle Studio, и у меня вообще целый курс был, 100 видеоуроков в Pinnacle Studio, как раз-таки в той программе и в той версии, в которой работаю я, у меня Pinnacle Studio 14. Уже есть очень много других версий, но они весят тяжелее, в них я уже вообще не разбираюсь, то есть там заново мне самые уроки нужно будет проходить. А в этой я просто ас, все делаю очень быстро. Ну, значит, сняла я это видео, после этого видео у меня вышла серия моих видеороликов «Хочу быть стервой». Я уже записала курс целый, то есть за один день я написала введение, что, по моему мнению, стерва, что такая должна быть женщина. Потом я написала там «Как полюбить себя», то-сё, и, в общем, это тоже необычные видео. Смотрите, как они начинались. Добрый день, милые дамы! Сегодня мы начинаем первый урок по курсу «Хочу быть стервой». И сегодня одна из моих любимых тем «Как полюбить себя». Я на самом деле, когда эти видео смотрю, я так смеюсь. Почему? Потому что я в таком нереальном образе нахожусь. Я не знаю, почему. Я даже сейчас замечаю за мамой, что она тоже иногда такая камера включается, а на раз такая сама не своя. Со мной ведь она общается по-другому. Вот я сейчас с вами общаюсь, ну, то есть очень легко и расслабленно. А здесь я вижу, что я в образе. Пытаюсь вспомнить даже, что я чувствовала в эти моменты. Мне хотелось как-то подать себя. И я такая... Я не знаю даже, я вроде не боялась там говорить что-то неправильное или еще что-то, но я вижу, что здесь прям такой конкретный образ, и он прям такой сильный. Меня это прям вообще, честно говоря, очень сильно смешит. Прям такая прям... Главное вы должны... Та-та-та... И еще в этих видео у меня было очень много нарезки, буквально через каждое слово. Постоянно через слово. И, честно говоря, я бы поудаляла даже, может быть, эти видео. Но дело в том, что в этих видео, ну, мне нравится информация, которую я подаю. Я не как подаю, а что именно говорю, да? И я, на самом деле, на сегодняшний день подписываюсь под каждым словом, которое я говорила в этих видео. На самом деле, видео очень полезные, и просто их очень тяжело слушать моему уху. У нас должна быть обязательно чистая голова, укладочка какая-то, чтобы волосы не были в разные стороны, макияж. Сейчас у меня более яркий макияж, да? Вот такой более вечерний, к вечеру готовлюсь. Вообще, днем, дневной, то есть, все должно быть, да? Днем, дневной макияж, вечером, вечерний макияж. Должно быть в порядке кожи. Мы должны следить за собой, делать какие-то масочки, масочки для волос. Ну, согласитесь, да, что правильные вещи говорю. Голова должна быть чистая, макияж должен быть. Я, конечно, сама своим советом не всегда следую, но главное правильно говорить. Нет, ну, это не самое важное, что я сказала. У меня также... Вообще, в этом курсе я была везде нарядная. Тут у меня красное платье, губы, укладка. Вот следующий ролик, например. Как не бояться и не жалеть. И настоящая королева, она никогда никого не держит. И настоящая стела никогда никого не держит. Она отпускает. Если вы чувствуете себя действительно вот такой вот женщиной настоящей, то вы понимаете, что только вы выйдете на улицу, и желающих просто, хоть отбавляй, остается вам только выбирать. Я считаю, что мужчина, он вообще должен быть рад, что женщина вот такая вот, как вы, такая самодостаточная, прекрасная, когда мы такой стали уже, да, он должен понимать, что из миллионов людей, миллиардов на планете вы выбрали именно его. Но я считаю, что мужчина, который рядом с вами, он должен это понимать. Не, я говорю правильные вещи, просто опять смеюсь над тем, как я это говорю, честно говоря. Я прям смеюсь. Очень много серьёзности. Хотя я там и шутила, но всё равно очень много серьёзности, очень много манерности какой-то, да. Сейчас я бы более проще об этом рассказывала. Но я говорю там реально правильные вещи, и советую посмотреть, как бы тяжело это ни было. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня мы будем с вами затемнять корни, так, чтобы у нас получилось омбре. Видели, какая заставочка у меня была? Вообще огонь просто. Я мастерила, просто Селена Свэй, и чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё. Взрыв, да? Кстати, это одно из моих первых видео. Здесь вот те видео, которые я снимала, я ещё не была беременная. Вот кто знает, что я беременность свою абсолютно не снимала. И, в общем-то, люди, которые меня не знают, они и не знали, что я беременная и так далее. И здесь я уже готовилась к беременности, то есть мы уже планировали нашего ребёночка долгожданного, нашего тайничку с любимым. И я уже не просто так начала делать омбре. Вот моё первое окрашивание, по-моему, на YouTube. Я делала сама себе затемнение корней. Таких видео полезных, вообще каких-то интересных, чтобы я что-нибудь подчерпала, просто не было в интернете. И я думаю, ну, если я сейчас буду экспериментировать, по-любому это надо снять на видео и показать девчонкам. Получится, не получится, это уже другой вопрос. Смотрите, что получилось. Не особо видно. Прошло минут 15 после того, как я всё накрасила. Через минут 10 я пойду всё смыть. Итак, смотрим, что у нас получилось. Как видите, у меня получились пряди вот эти тёмные, хотя лучше их сделать светлыми. И я думаю, что я ещё второй раз потом сделаю. Чисто по концам пройду светлым. После того, как я сделала это омбре, на самом деле оно многим понравилось. У меня были хорошие просмотры по этому омбре, и прям многим понравился результат. Я тоже через часик такая думаю, блин, надо доделать дело до конца. И пошла в соседний эконом-класс салон, потому что, в принципе, я думаю, осветлить вот здесь вот прядочки, знаете, как типа милированием, буквально 2-3 прядочки сделать именно светлыми, да. Думаю, не составит труда ни одному мастеру. Я бы сама себе могла, наверное, сделать, но почему-то именно с осветлением я решила пойти в этот салон. И посмотрите, что они мне сделали. Я когда пришла домой, я просто расплакалась. Я там до сих пор, ну, я там до конца еще не осознавала, что они мне сделали. Кстати, я еще как-то ходила в этот салон, делала милирование, и это было просто ужасное милирование. Мне кажется, даже реальный рукожоп, как я даже, никогда никому такое милирование просто не сделает. Там все потекло, в общем, не суть. Я просто расплакалась, я же заплатила деньги еще за это милирование, понимаете. И, короче, думаю, что делать, растерялась. В итоге взяла опять свою краску, намешала, но уже сделала просто себе здесь такие прятки, затемнила уже красиво. И вот что получилось. И многие поддерживали меня и писали, и сказали, что да, есть такие ламастера-ламастера, что просто ой-ой-ой. Еще на своем канале я пела. Могу вставить маленький кусочек. Все происходит, кстати, на моей квартире без микрофона. И я здесь уже пою беременная. С лица срывают слезы, и знаю столько звезды. Нет, ты не в прошлом, ты всех дороже, ты все, что так желаю. Кстати, петь в этом видео мне было уже тяжело. Я уже заметила, что дыхание не то, как раньше. То есть тяжело, потому что очень сильная отдышка. И еще мне душно, видимо, было, хотя я не люблю холод. Короче, в общем, беременность сказывалась на моем пении. Дальше все хуже и хуже. Все тяжелее и тяжелее было петь. Но тем не менее, я все равно пела, потому что я очень люблю петь. Вообще, когда я приехала только с Москвы, мне все время хотелось за собой следить. Я заметила, что сейчас в моих видео больше я такая, знаете, растрепанная, не накрашенная, какая-то лукшечка как есть. Все как есть, без перекрас. А в начале своей карьеры я еще старалась как-то и снимать видео. Но, кстати, потом все чаще я показывалась на видео не накрашенной, потому что живот уже все рос и рос. И у меня уже и сил не было, и всего. И я, конечно же, расслаблялась. Чем больше ты расслабляешься, тем меньше ты паришься о том, как ты выглядишь вообще в кадре. Не знаю, правильно это или неправильно, но мне нравится, что я такая, какая есть. Мне ничего не нужно к видео специальной подготовки, накраситься, уложиться, нарядиться, то есть, да, превратиться, можно сказать, во что-то и в более лучшую мою версию, да, и показаться вам уже такой, да, и где-то в образе, где-то вещать. И мне нравится, что я могу быть с вами расслабленной, и вы меня воспринимаете такую и не накрашенную, и разную, короче. И я заметила, что прошлые мои видео во многих, вот особенно в начале, я очень хорошо выгляжу, у меня всегда укладочка, всегда что-то там вот волосы как-то лежат, и сережечки, хотя сегодня я тоже вроде бы нормально, выгляжу, ну, надеюсь. И, в общем, макияж очень интересно. Ещё очень много я смеялась, сейчас будет видео, в котором я... Это одна из запокатушек, короче, смотрите. Ай, я поняла! Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и я как повторушка-мушка за всеми повторяю. В общем, кто знает, сейчас очень модно стало пользоваться детской косметикой, и я, вспомнив детство, купила себе Монстр Геал! Это видео вообще одно из тоже очень ярких, эмоциональных. Такие видео, кстати, у меня набирали хорошие просмотры, чему я тоже безумно радовалась. И почему-то, когда я беременная, вообще, честно говоря, я очень много смеялась. Очень много смеялась. Мы даже шутим иногда с моим любимым, когда мы познакомились с ним только. Он вообще у меня хохотал безумно. По поводу без повода, его все ситуации жизненные очень умиляли, и он всё время хохотал. Я говорю, что ты всё время хохочешь? Потом, когда я забеременела, вот не поверите, я хохотала. Он уже не хохотал. Такое ощущение, что его хохотушки пришли мне. Он начал думать о, значит, о семье, о том, как семью свою вести, в общем-то, по жизни, да. А я начала... А я расслабилась вообще. Я забеременела... Ну, я и до этого была расслаблена, но именно, когда забеременела, я всё время хохотала. Мне кажется, что это к ребёнку вот эти вот... Вот это какой-то позитивы и хохотушки над жизнью. Они перешли к ребёнку, и мы вместе, короче, с ним хохотали просто. Мы даже бывало ссоримся с ним, когда ссорились тогда. Он что-то серьёзное мне рассказывает, а я хохочу. Мне просто смешно, что мы ссоримся из-за какой-то ерунды. И это его, честно говоря, очень сильно расслабляло. Он видит, что я хохочу, и он начинает тоже смеяться. У нас и сейчас это часто происходит. Но вот именно, когда я беременна, я очень много хохотала. Поэтому видео, где я вот так взахлёб хохочу, это мы с Крисиной снимали косметику детскую, когда была модна эта косметика. Я ловила, кстати, все эти волны, когда было модно снимать что-то. И сейчас стараюсь. Не знаю, получается или нет. В общем, стараюсь. И ещё мы с мамой снимали. Мы едой красили волосы. Тоже с мамой хохотали. Ну, короче, таких видео с хохотурьей очень много. Я чувствую, как пироженки на моих губах. Просто фэшн. Ай, мне все сыпятся. Как же я буду их сдирать? Я об этом не подумала. В общем, сейчас мы ждём, пока всё это застынет. Это видео я всем рассказываю. Это видео, вообще, мне кажется, я сняла одна из первых. Это был съедобный тинт и вот с такой посыпушкой. То есть всё, что я делала, потом можно было съесть. Это видео у меня зашло очень хорошо. Это было у нас, кстати, совместное видео с одним из блогеров. И помню, что это видео, да, очень хорошо зашло. Оно понравилось. У меня были хорошие просмотры. Подписчики начали расти. И именно вот такие толчки, они продвигали мой канал вверх. Благодаря вот таким видео. Привет, мои хорошие. С вами Селена Свей. И сегодня у нас конкурс. На моём канале, наконец-таки, 10 тысяч подписчиков, дорогие мои. Я вас поздравляю и поздравляю себя с этим знаменательным днём. Это очень круто, это очень быстро, это очень неожиданно. Хотела поблагодарить всех своих подписчиков за активность на моём канале, за комментарии, которые вы оставляете, за добрые слова. Я такая пампушка на этом видео. Ну, это мне уже, да, уже большой срок достаточно. Уже и краситься не хочется. И уже хочется что-то сказать. 10 тысяч подписчиков, да. Я помню, что я радовалась. Я каждой круглой цифре всё время радуюсь, как ребёнок. И сейчас, когда уже на моём канале 200 тысяч, более 200 тысяч подписчиков, понимаю, что 10 тысяч, это вроде бы так мало. Но я помню, как я шла к ним, шла, думаю, первые 10 тысяч, и вот они. И я реально искренне очень-очень сильно радуюсь. Сейчас моя, конечно, ну, такая, первые полпути это полмиллиона, да. И, конечно же, я иду к миллиону первому своему. И, не знаю, моему счастью, наверное, не будет предела. А сейчас будет видео, которое разделило мою жизнь на до и после. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй. И сегодня это самое видео долгожданное, которое я давно хотела для вас снять на протяжении долго-долгого времени. И, как вы заметили, что на моём канале несколько дней не было видео. На это есть определённые причины. Ну, судя из названия ролика, вы, наверное, думаете, что же она хочет нам сказать, что же она хочет нам рассказать. Ну, в общем, сегодня такое видео, где я собираюсь рассказать всю правду о себе. Всё, что было за кадром, то, чего вы не знали, тоже по определённым причинам, я вам расскажу. В общем, если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, с чего я хочу начать? По поводу беременности. Беременна ли я? Мне задавали такой вопрос несколько раз, на который я так неоднозначно отвечала. И те, кто задавал мне вопрос, беременна ли я, я на него отвечала неоднозначно. Но сейчас я могу сказать точно, что нет, я не беременна, потому что на днях я родилась с сыном. У меня замечательный сынулика. Вот. Я, короче, вся в эмоциях. Я сейчас говорю тихо, потому что моя зая спит. Хотела рассказать, на самом деле, всё, что было за кадром на протяжении 9 месяцев. Это когда я начала активно заниматься своим каналом. Всё это время для вас мы делали не одни. Всё это время для вас мы были вдвоём, с моим сынуличкой в животике. Он всё слушал, он никогда не мешал, не отвлекал и не беспокоил меня. Я снимала для вас видео. Теперь мы будем полноценно снимать видео. Надеюсь, он будет тоже давать мне возможность снимать для вас видео. А говорю это ещё к тому, чтобы вы понимали, что немножко сложновато мне будет, потому что сейчас всё моё внимание уходит с нули. Покормить, покупать, помыть. Да, всё это время я вот снимала и скрывала, что я была беременная. Снимала всегда себе посюду. Никто даже не задавался особыми вопросами, беременна я или нет. Наверное, думали все, что я такая пампушка есть. Но я же смотрю на себя, я такая прям вообще толстушечка была. А на самом деле я всегда худенькая. Да, после этого моя жизнь изменилась, честно говоря, потому что снимать, я поняла, очень тяжело. Ребёнок всё время просит внимания, он что-то там а-ля-у-лю на фоне. Кто-то даже говорил, что это всё мешает дело. Но я никого не слушала, я делала то, что я делаю. И, естественно, мой ребёнок, это неотъемлемая часть меня, он не может ни а, ни у на фоне, потому что он есть, и он человек, и он хочет ставить своё слово везде. И, в общем-то, я начала зашиваться конкретно. У меня даже было несколько видео, которые я снимала, просто вот так вот уже схватившись за голову. И говорю, девчонки, я снимала видео, это каждый день. Представьте, ребёнок и каждый день видео. Мне было очень тяжело. Я, честно говоря, сходила с ума, я выгорала, и я помню, что мои девочки поддерживали меня и говорили, Селена, поспи, отдохни, мы подождём. Но я не могла ждать, не могла. Я такой человек, мне нужно было как паровоз вот так вот. И я просто все силы, все соки из себя выжимала, но потом потихонечку, потому что и мама начала мне уже говорить, давай остановись, приостановись. В общем-то, всё пришло в нормальное русло. Сейчас я уже, как и собиралась, всё наладила. И сейчас конкретно вот через день выпускаю ролики, мне прям очень комфортно, хорошо. Я не перенапрягаюсь, отдыхаю, всё спеваю. В общем, сейчас мой хороший режим, ритм. Плюс ребёнок уже в садике, уже вырос. Ну, давайте, в общем, посмотрим, вот что у нас сейчас дом. Вот тёмный сейчас у нас цвет. В общем, сейчас мы будем наносить смырку. Поехали! А это, кто помнит, видео, которое тоже выстрелило, и набирало очень много большие просмотры, и многие девчонки знают меня по этому видео. Всем привет, кто именно с этого видео пришёл ко мне, потому что многие прямо писали, что вот мы посмотрели это видео, где ты перекрашивала Кристину из чёрного в блонд, и после этого, в общем-то, я им понравилась, и они зависли на мне. Да, это видео, на самом деле, я его пересмотрела, оно такое смешное, много смеялось. Да, и мешок из-под мусора на голову я ей одевала, чтобы защитить её плечики. И семечки мы там грызли, и о красоте женской мы там болтали. И, в общем-то, это было очень долгое видео. Несколько дней мы его снимали, в общем, выводили её в блонд. Я тебе придумала. Чего это? Залой так. Не снимай. Ну, в общем, сделали мы смывку второй раз, ничего не изменилось, светлее они не стали по-нашему. Итак, мои хорошие, прошло у нас несколько дней, моя Кристинка приехала снова. Привет! Она хрустит печеньком, пьет чай, как в лучших салонах, то есть гламурных, да? То есть всё для клиента. В общем, дорогие мои, вообще у нас чёрте что, я сбоку баню получаю. Это семки. Куня красоты. Это ещё раз мы заварим. Пакетик чай, да, мы экономим. Вот семки, чаёчек, Кристинка зелёненький, я это, вот краски тут у нас, всё, фео, соска. Всё, всё, начнут, как, может, сосками уже, да, вот такой срач такой, подожди. Это кто, таракан? А? Тараканов снова посыпают. Дай семок. Пасы на венок. А? Пасы на венок. Пасы на венек. Чего пасы? Пасы на венек. Зачем? Ты чё, не помнишь? А чё ты, когда делаешь? Чё ты зачем? Дай семечек, пасы на венечек. На венечек. Девчонки, кто-нибудь слышал такое? В детстве было, вот, дай семечек, а те отвечают, пасы на венечек. Ну ладно, если бы мы были пьяными, такое записывали. Я же, ты ж не будешь это выкладывать? Ты с тебя скидываешь, девочки? Ну куда ты забралась выкладывать? Ты плохо выглядишь. Я? Мне важно, всегда хорошо. У человека без комплексов, на самом деле. Ну пофиг ему, как он. Накрашен, не накрашен. Большой бородой. Он даже перед своим мужем вся накрашена. Чебе-дам. Уходила. После этого видео я, по-моему, шутливо назвала кухню, кухню красоты, потому что я всё время на ней что-то экспериментировала. Кристинку постоянно красила в разные цвета, экспериментировала. И у нас пошла кухня красоты, теперь у нас вайн на красоты. Вот откуда пошли эти названия все. Честно говоря, я очень скучаю по тому времени, потому что мы тоже очень много смеялись, экспериментировали в этой маленькой моей вот комнатушке, кухоньке. Но там было так уютно, и многие видео, я сейчас смотрю, и фон даже для видео. Блин, такие реально уютные были и классные, что сейчас как бы не сравнится даже. Скажите, кстати, вам как больше нравится, фон, который там был, или, ну, это кто давно со мной, потому что те, которые фоны здесь, в этих видосах, они такие не очень. А так там были, помните, кирпичики у меня сзади, потом мягкая стена была, я все делала своими руками, красота. Ну, а следующий кусочек видео, это просто мне очень понравилась прическа, здесь малышик мой засыпает, а я снимаю видео в этот момент. Честно говоря, прическу, я не помню, как я это сделала, сейчас я смотрю, она мне показалась тогда очень смешной, сейчас я смотрю, что она реально очень крутая прическа, но только я, я помню, что я ее очень просто сделала, но как я ее сделала, я не помню. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свой, и посмотрите на мою прическу, вы знаете, эта прическа, она не просто прическа, да, многие сейчас подумают, господи, что за у вас у нее на голове, а я тоже так на мгновение подумала, но потом думаю, по-моему, это веселая прическа, и для того, что у нас видео сегодня, будь счастлив, или по крайней мере, меньше грусти, эта прическа дает замечательный настрой, как минимум, один из вас точно улыбнулся, я уверена, когда увидела этого, вот я не знаю даже, как назвать, баранчик какой-то такой, да, может быть еще кто-то, какие ассоциации вас вызывает моя прическа, мне вот я не знала, мне что-то в опале березы стояло, вот такие ассоциации, вы, кстати, заметили рост, с того, как я снимала первые свои, ролики, не говоря о самом первом, да, вот именно стервология, в образе такая, куча нарезки, и все дальше, дальше, и дальше, я все расслабляюсь, и просто уже, ну, просто как есть, да, уже меньше нарезки, совсем разговор другой, более такой поставленный уже, да, вот такие вот мои первые видео, мне самой было очень интересно окунуться во все это, вспомнить, как оно все было, начиналось, вот, я передаю всем девочкам привет, кто со мной с самых первых видео, кто еще вот с того времени помнит эти все видосики, смотрел их, все они у меня на канале есть, так что, если кому-то интересно вообще, прошлое немного мое окунуться, то можно просто перемотать все назад, видосики, и посмотреть, надеюсь, вам это видео было интересным, и как минимум вас улыбнуло, если так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, впереди много интересного, много экспериментов, но я с вами прощаюсь, до следующего видео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok